МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последний штрих. Ах, красота! Ну вот, теперь точно тёмные силы обойдут нас стороной. Серёжа! Я слушаю вас. Ты меня узнал? Привидение? Это я, Даша. Тебе страшно? Ой, ну нет, костюм, честно говоря, совсем не страшный, а скорее смешной. Хотя в этом нет ничего плохого. Смех – это тоже часть этого праздника. Хэллоуин. Что вы о нём знаете? Секреты самой страшной ночи года. Сегодня в программе «Параллельный мир». В день, когда умершие приходят к живым, жители городов разжигают на улицах костры и выносят к ним еду. Так они надеются отвлечь внимание духов, которые приходят с того света. К этому дню начинают готовиться с приходом осени. Так повсюду отмечают Хэллоуин. Хэллоуин – это древний кельтский праздник. Он назначал приход зимы, начало нового цикла. В эту ночь соприкасались миры живых и мёртвых. Простые люди накрепко закрывали дверь и до утра не выходили из своего жилища. Потому что кроме дружелюбных духов предков, на землю приходила разнообразная нечисть. И от неё можно было ждать любых пакостей. Хэллоуин – это один из немногих праздников, которые христианство не смогло искоренить. Аналоги его «Дни почитания мёртвых» распространены по всему миру и отмечаются в разные дни. Но, как правило, это конец осени. Раньше Хэллоуин отмечали спокойно и тихо, чего не сказать о нынешнем времени. Моду на шумный маскарад в честь праздника в середине прошлого века ввели американцы. Дети в костюмах нечисти ходили по домам, выпрашивая сладости. Подростки устраивали вечеринки. В конце концов, этот праздник добрался и до нас. И сразу же нашёл множество сторонников. Ещё бы, ведь это отличный повод повеселиться. Но не стоит забывать о том, что все атрибуты Хэллоуина имеют своё значение. Чтобы обмануть нечисть в эту ночь, люди старались наряжаться ею же. Вампиры, оборотни, демоны, колдуны, ведьмы – это лишь малая часть того, во что люди могли одеться. В эту ночь также не рекомендовалось спать, потому как может прийти дурной сон или вообще нечисть может забрать вас с собой. Вывод простой. Если вы в костюме нечисти будете веселиться всю ночь, злые духи примут вас за своего и не тронут. Но как правильно подобрать маскарадный костюм? Виолетта Панина уже не первый год устраивает тематические мероприятия в честь Хэллоуина. И знает, что сделать, чтобы эта ночь прошла страшно весело. Конечно, самое главное – это настрой. Праздник древний и уважительное отношение к духам обязательно. И, конечно, традиционно зажжённую свечу и угощение никто не отменял. Вспомните в этот день всех тех, кто дорог, но уже не рядом. Ваши светлые мысли обязательно до них дойдут. Только не грустите. В эту ночь настроение не должно быть плохим. Что же касается костюмов, люди предпочитают идти по самому легкому пути, изображая вампиров или, как сейчас модно, зомби. Некоторые выкрашивают одежду красной краской и думают, что это достаточно. Но чем оригинальный костюм, тем лучше для вас. Феи, русалки, кикиморы, оборотни, тролли – да мало ли существует различной живописной нечисти. Наверняка есть кто-то, кем бы вы хотели стать хоть на одну ночь в году. И несмотря на то, что любой маскарадный костюм сейчас можно найти и в магазине, будет лучше и интересней, если вы сделаете его сами. Не стоит применять образы умерших людей. Особенно если этот человек был силен духом. Вы можете потревожить чей-то дух, а последствия могут оказаться совсем невеселыми. Не обойтись и без тыквы – главного украшения праздника. Поручите детям вырезать в ней страшную рожицу. А сами займитесь праздничным столом. Тыквенная каша, тыквенно-имбирное печенье, крем-суп – и вкусно, и полезно. Будет здорово, если праздничные блюда будут необычно оформлены. Проявите фантазию и не забудьте про сладости. Традиция тыквы со свечой пришла к нам из Ирландии. Там есть легенда про жадного Джека, который за свой бурный нрав не попал ни в ад, ни в рай. И был вынужден бродить во тьме, освещая свой путь фонарем, в который был вложен уголек. Изначально фонарь был сделан из репки. А потом его заменили на тыкву. Особенно нравится Хэллоуин детям. И дома вы можете отметить этот праздник гораздо веселее, чем на вечеринке. Для этого есть множество игр. Одна из них – хижина злодея. Все, что понадобится – фоновые звуки вроде шума ветра и дождя, и заранее приготовленные атрибуты, имитирующие части человеческого тела. Традиционно это виноградина без кожицы, нитки, испачканные кетчупом, и замороженная сосиска. Участвующим в игре детям нужно завязать глаза. Можно начинать. Ведущий рассказывает страшную историю о группе людей, которые укрылись от летнего дождя в лесной хижине и встретили там злодея. Злодей утолил уже свою кровожадность, и у него с собой части тела жертвы. Участникам раздаются эти части, и они рассказывают подробности этой истории. Вроде бы простая и увлекательная игра, но пробирает до дрожи. Конечно, не все игры должны быть страшными. Можно устроить конкурс на лучшую мумию или самый эффектный танец с метлой. Все зависит исключительно от вашей фантазии и желания пощекотать нервы. Еще всем детям нравится слушать страшные истории. В ночь на Хэллоуин людям серьезно не занимающимся магией, парапсихологией не стоит гадать и вызывать духов. Потому как последствия могут быть очень страшные. Дух может выйти из-под контроля и завладеть вами. Каким бы ни был ваш Хэллоуин, пусть он пройдет весело и ярко. Но будьте осторожны, в это время нечисть действительно ходит по земле. Поэтому будьте дружелюбны и не ссорьтесь со случайными прохожими. Вдруг окажется, что клыки настоящие, а рожки вовсе не искусственные. Счастливого Хэллоуина!